Девушки отдыхают Привет, дорогие друзья! С вами Ольга Полик. Нахожусь я на территории стройки ЖК «Финские кварталы». Дольщики собрались. Пойдемте, посмотрим. Добрый день. Меня зовут Овсяникова Тамара Анатольевна. Я обманутая дольщица, ветеран труда, 47 лет трудового стаза. Из них 27 лет я с мужем, боевым офицером, все горести и решения службы пронесла. И что я хочу сказать в первую очередь. Я очень плотно занималась этим. Я изучала каждый шаг. Я общалась с этим правительством еженедельно. И в последнюю неделю я получила огромную пощечину от этого правительства. В тот момент, когда уже было, должно было быть подписание договора с Таймсом, когда мы правительству принесли все документы насильно, так как они не хотели ничего делать. Так вот, в последнюю неделю, когда я последний раз, попросила, целый месяц пыталась связаться с правительством, были всякие препятствия. Телефон не брали. Но когда меня направили к Долговой, Долгова это долевое специальное учреждение, созданное правительством для защиты дольщиков. И оплачивается из наших бюджетов, из наших налогов. Я до сих пор работаю. И этот человек мне с насмешкой сказал, «А что вы, неудачники, к нам пристали?» Я говорю, так подписал Дрозденко, часть постройки канализации в Лупалово взял на Леноблах. Он говорит, а что он должен налоги честных и удачливых налогоплательщиков на вас невезучих тратить, бездельников? Это мне, 47 лет отработавшись, и каждый день ходящий сейчас на работу, мне сказали, что я халявщица. Я их 27 лет защищала от Чечня, Афган, прошел гробы, все прошло через меня. Я защищала, чтобы она сидела здесь и получала деньги из моих налогов. Она мне сказала, что я халявщица. Это что за правительство? А теперь они все сделали, все ребята сделали для того, чтобы Таймс от нас отказался. Не знаю, какими они угрозами, но звонили мы три дня тому назад Таймсу. Им категорически запрещено выходить на стройку. Значит, найден личный инвестор. Личный инвестор найден, как будто якобы он будет этим заниматься. Одни подвалы наши, которые мы купили за свои деньги, в первую очередь, у нас есть реклама, все. Вы знаете, по какой цене они для себя продают? 1200 за квадратный метр, а мы покупали по 45. И нам вот так дают. Это что за правительство? Я честно сидящие, у которых очень богатые жены, а я нищая неудачница, защищала их, чтобы снаряды на них не падали. Это мой муж в госпитале лежал, а не они. Это еще 78-й год первые диверсии были. Вы даже большинство об этом и не знали. А мы знали эти выстрелы и с голодными детьми бежали за этими гробами. Тех, кого убивали, для того, чтобы они жили. И меня назвать халявщицей. А вот сейчас мы узнали еще следующее. Посмотрите, какой Шанхай они здесь устроили. Они срочно, эти земли, которые должны были для нашей стройки, здесь должны были проходить трубы на канализацию. Они их продали по 200 тысяч за квадратный метр. И нам надо проложить трубу от угла нашего комплекса, где у нас сторожа стоят, до канализации. Вот осталось только проложить на 2 миллиона затрата. Теперь эти участки проданы, и мы будем ложить это все в обход. И это будет не 2 миллиона, а всех 200 миллионов. Это что за такое специальное? И земли, которые давали инвесторам, они срочно продали. Посмотрите, какой Шанхай. Здесь должен быть парк. А почему никто не видит? В 10 метрах от детского садика находится болото, канализация. В 10 метрах от детского садика. В 10 метрах от дома. Когда-то 75 лет болото воняет. Все. И они, говорят, мы должны неудачники это построить. А он, как этот свадебный генерал, по-моему, называется, должен прийти и ленточку разрезать. Честный он. Тут на каждом шагу уголовное дело. Здесь на каждом шагу. Куда правительство смотрит? Куда народ? С момента покупки квартиры в этом жилом комплексе появляется уже второй регион, например, у меня. А квартир будет еще 21 год. Вопрос в 2022 год с нашими квартирами. Поэтому, уважаемые губернаторы Новгородской области, пожалуйста, примите меры и решите наш вопрос, потому что брать новые ипотеки и платить еще несколько лет у нас нет возможности. Многие уже и потеряли родителей, и потеряли еще кого-то из близких, потому что не доздали своих квартир. Пожалуйста, примите меры. Субтитры создавал DimaTorzok